как будто знаешь прям просто кусок даже видно отвалился скорее всего здесь было какое-то поселение почему-то мои двойные вот она друзья вот капец как он рядом много таких событий которые называются необъяснимо но факт остается на глазах у вас я много раз друзья понимаю о том что про и вот такие моменты как аномальные но часто происходят ну можно сказать везде вы например бываете в горах или например где-то на пикнике или в общем даже пошли за грибами вы знаете что каждые седьмое чувство которую есть у человека чувствуют какую-то опасность рядом с вами ли что-то произойдет это очень интересная функция у человека и вот тут то же самое множество пилотов когда даже сталкивается с каким-то объектом или что-то похожее на объекта у них сразу само сохранение включается по названию седьмое чувство не понимает что если они сейчас это не сделают то им будет хана посмотрите этот самолет полностью экипирован был снарядами где куда он летел неизвестно известно мало то что такие события которые происходят с пилотами это уже не первый случай их очень много и просто я боюсь сказать цифру но на самом деле кроме пилотов еще и сталкиваются капитаны у них тоже такая же необычная проблема происходит допустим особенно военные корабли то на учениях у них происходят какие-то странные неполадки и рядом с ними появляется какой-то неопознанный летающий объект ведь все это происходит на глазах у тех людей но вот что самое интересное а интересное в том что человек скрывает от людей то есть человек скрывает самую интересную и очень опасную явление перед вами необычный момент но вот я хочу вам сказать то что происходит что на аляске что в китае что в россии странные необычные объекты появляются постоянно кстати везде я сам это начал ощущать когда мы приехали в один регион вот там там не только седьмое чувство играл там кровь просто начиналось кипать от ужаса от страха того что мы еще не видели и не слышали но нам уже было страшно но после несколько событий которые с нами там произошло можно сказать целый день я этот день могу сказать вам очень странным необычным а еще это было страшно но много есть объяснение к этим моментам знаете что самое интересно если допустим недалеко военная база создают какую-то секретную оружие создают что-то похожее на психологические воздействия нервные окончания нервной системы то мы сразу понимаем о том что это скорее всего люди были случаи испытывали специально оружие чтобы люди просто падали и держались за за уши свои за уши чтобы у них перепонки не лопались но много есть и других событий последнее время объекты нло часто появляются в таких местах по названию где создается сверхсекретная лаборатория последние дни в последнее время я много раз слышал одни и те же истории особенно от жителей и от военных недалеко горной системы раз располагается военная база туда строят дорогу там создаются какие-то необычные условия и много много блокпостов и вот один интересный момент нас это просто заинтересовало мы когда ехали в этот необычный момент мы увидели что каждый раз блокпост и каждый раз проверяю документы одно и тоже без всякого пропуска туда не впустят но ведь они начинают говорить о том что вы едете в заповедник но зачем ставить 5 блок но блокпостов от каких-то охотников или там каких-то вандалов я не вижу и в общем когда мы добрались до третьего блокпоста там нас просто уже не впускали они начали говорить что здесь специальная зона которая ну никого не пропускает кроме специальных там пропуск пропускных данных мы недолго думая решили обойти этот необычный блокпост и мы вышли на какую-то необычную полянку и там мы увидели интересные кадры там стояли столбики они были помечены каким-то красным светящим фонариком и он каждый раз светился то есть это оказывается был тепловизорные забор то есть человек когда подходит к ним тепло которое от него отдается ну или там что-то наподобие сразу фиксируются эти датчики и получается так что в этом месте тебя уже будут ждать через пять или через 10 минут какие-то люди это происходило когда кабаны также начали просто так бегать туда-сюда и датчики начали постоянно фиксировать какую-то необычную явление это случилось так что они как-то переделали эти датчики сделали их чуть выше но все равно то олени то медведи попадались на эти датчики и военные часто путались в этой в этих необычных ситуациях и нам это удалось пройти и мы увидели необычные бетонные можно сказать вот который с нуля сейчас строится бетонный как пирамиды как бункера таки как будто для взлета истребителей или каких-то еще объектов и он кстати не сказать что заброшенный но его как будто заморозили строительство мы просто ходили интересно было там ничего такого сверх секретного не было потому что этот объект был построен где-то двухтысячном пятнадцатом году и он уходит вниз вот там все интересно мы не смогли пройти потому что там специальные замки какие-то электронные стояли специальные порой паролевые блин отпечатки и в общем они не функционируют и мы не долго думая просто поснимали и начали уходить и мы увидели что рядом с этой базы располагается необычное еще одно явление аэродром который не для самолетов я так не понял не для вертолетов а для каких-то других объектов и мы вспомнили что местные жители постоянно говорили про эти места какие-то шарообразные огни летали 2000 17 по 2000 22 год и потом они резко перестали и я конечно удивлен что такие необычные моменты происходят в таких событиях конечно множество людей наверно скажут что это какой-то фей но если хотите друзья поедем еще туда второй раз но я уверен что там уже будет все достроено это было очень очень давно но самые интересные моменты остаются на нашем канале ставьте лайк подписывайтесь я надеюсь вам было интересно знать много чего